Здравствуйте, уважаемые зрители! Я актриса Челябинского молодежного театра Светлана Худякова. Я очень рада, что мне посчастливилось принять участие в этом проекте «Челябинские актеры детям». Сегодня я вам прочитаю сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. И начать я хочу со сказки «Русалочка». Глубоко-глубоко на самом дне Синего моря стоял прекрасный дворец. Жили в нем дочери морского царя и его мать, их бабушка. Все шесть принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая. У нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. Целыми днями русалки играли с веселыми рыбками, радуясь простору и великолепию моря. Когда каждой принцессе исполнялось 15 лет, ей разрешалось всплыть на поверхность и взглянуть на мир людей. И вот настал день, когда самая младшая русалочка украсила хвост разноцветными раковинами и поплыла туда, где сквозь воду сияло солнце. Весь день она любовалась на птиц, волны, а к вечеру увидела корабль. Люди на нем пели, танцевали, они праздновали день рождения принца. И этот принц показался русалочке самым прекрасным из всех людей. Но внезапно поднялась буря, море вспенилось, корабль швыряло, как щепку. И вдруг корабль со страшным грохотом налетел на скалу. Принц упал в воду и стал тонуть. Сперва русалочка обрадовалась. Он попадет на дно моря, в ее дом. Но потом она вспомнила. Люди под водой умирают. И тогда русалочка бросилась на помощь принцу. Она подхватила его и понесла к берегу. Долго она боролась с волнами и, наконец, увидела скалы и большое белое здание наверху. Русалочка вытащила принца на камни, повернула лицом к небу и долго-долго сидела рядом с ним. Она не знала, выжил он или нет, и что еще для этого нужно сделать. Но вот буря закончилась. Русалочка увидела, что на берег спускаются девушки, и поспешила скрыться. Бабушка строго запрещала показываться людям на глаза. И русалочка спряталась за камнями. Она видела, что принца приподняли. Он пошевелился и открыл глаза. Так значит, ей удалось его спасти. И, совершенно счастливая, она поспешила домой. С того дня она часто приплывала к месту, где оставила спасенного юношу. Но так больше его и не увидела. Русалочка стала чаще расспрашивать бабушку о мире людей. И та рассказала ей, что в отличие от русалок, люди не живут по три сотни лет. Им отмерено куда меньше. Но у людей есть бессмертная душа. И, умирая, они не исчезают навсегда. Вот бы и мне такую душу, говорила русалочка. Если человек полюбит тебя и обвенчается с тобой, ты получишь часть его души. Но такому не бывать. Люди считают наши хвосты уродством. Однако русалочка все равно целыми днями думала о мире людей и о прекрасном принце. И однажды она отправилась к морской колдуньи. И хотя путь к ней лежал мимо страшных полипов, мимо бурных водородов, русалочка старалась не бояться и смело плыла вперед. Когда русалочка объяснила морской колдунье, чего ей хочется, та сказала, «Я дам тебе волшебное зелье, которое избавит тебя от рыбьего хвоста. Но взамен ты должна будешь отдать мне свой прекрасный голос». «Голос?» «А я согласна!» – воскликнула русалочка. «И еще! Если принц женится на другой, ты на следующий же день превратишься в морскую пену». «Ты поняла меня?» Но русалочку ничего не страшила. Она схватила склянку с чудесным зельем, выплыла на берег и выпила его до дна. И в ту же секунду она почувствовала такую сильную боль, что уличшилась чувств. Очнувшись, русалочка увидела перед собой принца. Она поспешно взглянула на свой хвост, но хвост исчез. А вместо него у нее теперь были прелестные стройные ножки. «Кто ты и откуда?» – спросил ее удивленный принц. Русалочка хотела ответить, но не смогла, ведь теперь она была немая. Принцу стало жалко девушку, и он пригласил ее в свой замок. Ему понравилась таинственная красавица, и с каждым днем он все больше и больше привязывался к ней. А однажды во дворце был бал, и один танец принц танцевал с ней. В эти минуты она поняла, что любит принца без памяти. Но, увы, принц так и не полюбил ее. «Ты напоминаешь мне ту девушку, которая нашла меня, когда мой корабль налетел на скалы и меня выбросила на берег. Она спасла мне жизнь. Я полюбил ее с той самой минуты, как открыл глаза», – говорил принц. А сердце русалочки разрывалось от горя, ведь это она спасла принца. Но морская колдунья забрала у нее голос, и она не могла ему об этом рассказать. По ночам она спускалась к воде, и к ней приплывали сестры. Они уговаривали ее вернуться в подводный дворец, а русалочка только вздыхала. А через год объявили, что принц должен жениться на принцессе соседнего королевства. На великолепном корабле он отправился взглянуть на невесту и взял с собой русалочку. «Как я счастлив», – рассказывал он русалочке, – «что я познакомился с этой принцессой. Ты не поверишь, это та самая девушка, которую я люблю». На обратном пути принц ни на минуту не отлучался от своей невесты. Они были так влюблены друг в друга. А русалочка тяжко страдала. Ведь рухнула последняя надежда, что принц ее полюбит. Ночью русалочка не могла уснуть и смотрела на море, в которое она уже не могла вернуться, и на звезды, которые не дали ей счастья на земле. И вдруг она увидела своих сестер. Мы отдали свои прекрасные волосы колдуньи, чтобы спасти тебя, сказали они. А колдунья дала нам кинжал. «Возьми его, убей принца. Тогда ты снова станешь русалкой, вернешься в море, будешь жить вместе с нами, как прежде». Но русалка слишком любила своего принца. Она отшвырнула кинжал и прошептала. «Прощай, мой любимый. Ты никогда не узнаешь, что это я спасла тебя. Будь счастлив, вспоминай обо мне». И она бросилась в море и превратилась в морскую пену. Ее взяли к себе духи воздуха. Они летают по всему свету и делают добрые дела. И через триста лет им дается в награду бессмертная душа. И кто знает, может, русалочка в конце концов получила то, о чем мечтала. Бессмертную душу. Вторую сказку, которую я хотела бы вам прочитать, это сказка «Принцесса на горошине». В давние времена жили на свете король с королевой. И был у них единственный сын. Оба в нем души не чаяли, учили всему, растили, баловали. И вырос он отважным и ловким, красивым и далеко не глупым. И вот пришла пора ему жениться. И невесту он хотел найти особенную. Принц решил, что его женой может стать только самая-самая настоящая принцесса. Он объехал немало городов и стран. Побывал во дворцах, замках. Много принцесс он повидал, красавиц и дурнушек, совершенно обворожительных и ничуть не интересных. Словом, самых разных. Но даже лучшие принцессы казались ему неподходящими. Многие хороши. Но как же определить, какая из них самая-самая настоящая принцесса, сетовал принц. А король с королевой только вздыхали. Однажды, во время страшной грозы, когда дождь лил, как из ведра, молнии сверкали ежеминутно, в королевские ворота вдруг кто-то постучал. Король открыл и увидел на пороге девушку. Платье на ней совсем промокло, волосы растрепались, из туфелек текла вода. Девушка сказала, что она принцесса. Но ее карета разбилась, слуги разбежались, а сама она чудом уцелела. «Принцесса ты или нет, это мы еще проверим», подумала королева. И после ужина она сама стала готовить постель для гостей. Она велела постелить двадцать самих мягких тюфяков и тридцать лучших перин, а под них положила одну единственную маленькую горошину. Наутро королева спросила, «Как тебе спалось?» «Ах, Ваше Величество, мне не хочется показаться капризной, неблагодарной, но и говорить неправду не пристала настоящей принцессе». «Что же случилось, дитя мое?» заинтересовалась королева. «Признаться, мы постелили тебе самые мягкие перины, какие только нашлись во дворце». «Ах, простите, Ваше Величество, я очень благодарна вам за заботу, но спала я, признаюсь, ужасно. Я даже не знаю, в чем дело, но я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Бог знает, что там было у меня в кровати. Мне казалось, что я лежу на камнях или битых кирпичах. Все время меня что-то кололо. Вы не поверите, но я теперь вся в синяках». «Прости, деточка», сказала королева. «Это моя вина». «Но я уверена, ты ничуть не пожалеешь, что так мучилась». И она рассказала девушке, как давно ее сын мечтал найти настоящую принцессу, сколько стран он объездил, сколько городов повидал, как страдало ее материнское сердце и какую проверку она придумала для гостей. «Только у настоящей принцессы может быть такая нежная кожа, такая кожа, что она почувствовала горошину через двадцать тефеков и тридцать самых лучших пуховых перин,» заключила она. Принц был счастлив. Удача все-таки улыбнулась ему, и самая настоящая принцесса сама нашла его, и не в чужой стране, а в его дворце. Впрочем, по правде говоря, девушка еще с вечера ему понравилась. Она ему так приглянулась, что он и думать забыл о настоящих и ненастоящих принцессах. Ведь та, которую любишь, все равно лучше всех принцесс на свете. Вскоре они сыграли пышную свадьбу. Говорят, на нее съехались даже неприглянувшиеся принцу-принцессы. И они все без зависти признали, что невеста чудо как хороша. А ту самую горошину поместили на видное место в Королевском музее. Она и сейчас там лежит. И если вы окажетесь в тех краях, вы сможете на нее взглянуть. На этом все. Я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Я хочу пожелать вам добра, счастья. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Будьте терпеливы друг к другу. Берегите себя. Всего вам самого доброго. И я же, конечно, желаю... Я очень хочу видеть... Ой, Паша, прости. Можно еще раз в финал? Сейчас еще раз в финал. На этом все, дорогие зрители. Я прощаюсь с вами. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких. До свидания. И я, конечно же, приглашаю вас всех в наш театр. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем проект «Челябинские актеры детям». Меня зовут Виктор Федосеев. Я артист Челябинского молодежного театра. И сегодня я бы хотел вам представить сказку Александра Сергеевича Пушкина. Это сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Сказки Александра Пушкина подлинное сокровище любой домашней библиотеки. Легкость слога, остроумие и мгновенная запоминаемость давно сделала их классикой русской литературе. В сказке о царе Салтане есть все. И любовь, и путешествия, и чудеса, и даже коварство. А главное – доброта, справедливость и удивительное очарование. Что ж, начнем. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила бы я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь с стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась и ему. «Здравствуй, красная девица!» говорит он. «Будь царица и роди богатыря мне к исходу в сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». В сене вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой, а потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха и завидует они государевой жене. А царица молодая, дела вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал воршин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. От качиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой извести ее хотят. Перенять гонца велят, сами шлют гонца другого, вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то в дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить. Но смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал на конец. От качиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой обобрать его велят, да пьяна гонца поят, и в суму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь-салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет, словно горькая вдовица. Плачет, бьется, в ней царица и растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты ж волна, моя волна, ты гуллива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна, тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. Как бы здесь на двор окошко нам проделать? Молвил он, вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле. Видит холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Сокреста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон, видно на море не тихо, смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит коршун, в море тонет и нептичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет, гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. Не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня. Что стрела пропала в море, это горе, все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародей я подстрелил. В век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи, и, девясь перед собой, видит город он большой. Стены с частыми зубцами и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, так как ахнет, то ли будет, говорит он. Вижу я, лебедь тешится моя, мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, а глушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный бога хвалит, в колымагах золотых пышных двор встречает их. Все их громко величают и царевича венчают, княжи шапкой и главой возглашают над собой, и среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся царь Гведон. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся, на знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовет их в гости. Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок, едем прямо на восток, мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда. Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гведон с берега душой печальный провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает. Грусть, тоска меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца. Лебедь князю, вот в чем горе. Ну, послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь ты комарол! И крылами замахала, воду с шумом расплескала, я обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром обратился, полетел и запищал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, с ватьей бабой-баварихой около царя сидят, и в глаза ему клядят. Царь Салтан гостей сажает, за свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда, ладно ли, за морем ль худо, и какое в свете чудо. Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете швод, какое чудо. В море остров был крутой, непривальный, нежилой, он лежал пустой, равниный, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, со златоглавыми церквами, с теремами и садами. А сидит в нем князь Гведон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан девица чуду, молвит он, коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гведона погощу. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, ну право, подмигнула другим лукаво, повариха говорит. Говорот у моря стоит, знаете, вот что не безделка, ель в лесу, под елью белка, белка песенки поет, и орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд, вот что чудом-то зовут. Чуду сарит Салтан девица, а комар-то злится, злится, и впился комар, как раз тетке, прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела, слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. Распроклятая ты, мошка, мы тебя, а он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синяя моря глаз не сводит, глядь поверх текучих вод, лебедь белая плывет. — Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? — Опечалился чему? — говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, — Грусть, тоска меня съедает, чудо-чудное завесть, мне б хотелось где-то есть. Еле в лесу, под елю белка, дива, правда, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд, но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает, свет о белке правду бает, это чудо знаю я, полно, князь, душа моя, не печалься, рада службу, оказать тебе я в дружбу. С одобренной душой князь пошел себе домой, лишь вступил на двор широкий, что ж, под елкой высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет, при честном, при всем народе, во саду ли в огороде. Изумился князь Гведон. Ну, спасибо, молвил он, ай да лебедь, дай ей Боже, что и мне веселее тоже. Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и при том дико заставил строгий счет орехом весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит в себе в волнах на поднятых парусах, мимо острого крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гведон зовет их в гости, их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами, а теперь нам вышел срок и лежит нам путь далек мимо острого Буяна в царство славного Салтана. Говорит им князь Гведон. Добрый путь вам, господа, по морю по океану к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гведон шлет царю де свой поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Молит князь, душа где просит, так и тянет и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего. В муху князь обратился, полетел и опустился. Между моря и небес на корабль и щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острого Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними в дворец полетел наш удалец. Видит весь, сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и венце с грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, да с кривою поварихой, около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда, ладно ли заморем, или худо, и какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, заморем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, златоглавыми церквами, стеремами да садами. Еле растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом, белка там живет ручная, да затейница какая, белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд, слуги белку стерегут, служит ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть, а отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету, девки сыплет изумруд в кладовые да подспут. Все в том острове богаты, изопнет везде палаты, а сидит в нем князь Гведон, он прислал тебе поклон. Царь-салтан, девица чуду, если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гведона погощу. А ткачиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царю ткачиха, что тут дивного, ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь, правдуль нет ли говоришь, в свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет наберег пустой, разольется в шумном беге, и очутятся на бреге, в чешуе, как жар горя. Тридцать три богатыря, все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь, салтан, девица, а Гведон-то злится, злится. Зажужжал он и как раз, тетки сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай, и тут же окривела, все кричат, лови, лови, да дави ее, дави, вот уже постой немножко, погоди, а князь в окошко, да спокойно в свой удел, через море прилетел. Князь у синяя моря ходит, с синяя моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему, говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, грусть, тоска меня съедает, диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет наберег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя. Тридцать три богатыря, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает, вот что, князь, тебя смущает, не тужи душа моя, это чудо знаю я, эти витязи морские, мне ведь братья все родные, не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе, сел на башню и на море, стал глядеть он, море вдруг всклохнулося вокруг, расплескнулось в шумном беге и оставило на бреге тридцать три богатыря, в чешуе, как жар горя. Идут витязи четями, и, блистаясь динами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гведон забегает, дорогих гостей встречает, в тропях народ бежит, дядька князю говорит, лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно. У высоких стен твоих выходить из вод морских, так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море, тяжек воздух нам земли, все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова Крутого, мимо города Большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят, пристают к заставе гости, князь Гведон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, торговали мы булатым, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, а лежит наш путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда, добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гведон, шлет де свой царью поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там, уж гуляет по волнам. Князь опять душа де просит, так и тянет, и уносит. Я опять, она его, вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь обратился, полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буянов царства славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит весь, сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. От качиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три клядят. Царь Салтан гостей сажает, за свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда, ладно ли за морем, или худо, и какое в свете чудо. Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете же вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет наберег пустой, расплеснется в скором беге и останутся на бреге. Тридцать три богатыря в чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той страже нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь-салтан, девица чуду, коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу, но бабариха, усмехнувшись, говорит, кто нас этим удивит, люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правда льбают или лгут, диво я не вижу тут. В свете есть такие ли диво? Вот идет молва правдива. За морем царевны есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво. Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь, салтан, девица. А царевич хоть и злится, но жалеет он о чей старой бабушке своей. Он над ней жужжит, кружится, прям на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил болдырь. Я опять пошла тревога. Помогите ради бога, караул, лови, лови, да дави его, дави. Вот уже, пожди немножко, погоди, а шмель в окошко. Да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синяя моря ходит, с синяя моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный. Опечалился чему, говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает. Грусть, тоска меня съедает, люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава, сладку речту говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белая молчит и, подумав, говорит. Да, такая и есть девица, но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай обо всем об этом, пораздумай ты путем, не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной, за царевную прекрасной он пешком идти отсель, хоть за три девять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила. Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она взмахнула крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепетнулась, отряхнулась, и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя, «Государыня, родная, выбрал я себе жену, дочь послушную тебе, просим об разрешение твоего благословения. Ты детей благослови, жить в совете и любви». Над главой их покорный мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит, «Бог вас, дети, наградит». Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит в себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова Крутого, мимо города Большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. «Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет, торговали монедаром, неуказанным товаром. А лежит нам путь далек, во своясь и на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Князь им вымолвил тогда, «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а до сели не собрался. Шлю ему я свой поклон. В гости в путь, а князь Гведон дома на сей раз остался и с женою не расстался». Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят во дворце, царь сидит в своем венце. Откачиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой около царя сидят, четырьмями все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и выпрошает. «Ой вы, гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ли заморем, ль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет, заморем житье не худо, в свете ж вот какое чудо!» Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. Еле растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистые изумруд, белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя. Тридцать три богатыря! Все красавцы удалые, великаны молодые. Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. И той страже нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя женка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гведон тот город правит, всяк его усердно славит, он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а до сели не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он в флот велел. А ткачиха с поварихой, с вати и бабой-баварихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтан им не внимает, и как раз их унимает. Что я, царь или дитя? Говорит он, не шутя. Нынче ж еду, тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гведон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазорьевой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь Гведон тогда вскочил, громогласно возопил. Матушка моя, родная, ты, княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда. Флот уж к острову подходит, князь Гведон трубу наводит. Царь на палубе стоит, и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, свати бабой-бабарихой. Удивляются они, незнакомые в стране. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили. К морю сам идет Гведон, там царя встречает он с поварихой и ткачихой, свати бабой-бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают платы, и стоят в глазах царя тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, там под елкою высокой белка песенки поет, золотой орех грызет. Изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали торопливо, смотрит, что ж, княгиня, дива, под косой луна блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. И свекровь свою ведет, царь глядит и узнает. В нем взыграло ретевое. Что я вижу? Что такое? Как? И в дух в нем занялся, царь слезами залился. Обнимает он царицу, и сынка, и молодицу, и садятся все за стол, и веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой, разбежались по углам, их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел, царя Салтана уложили спать в пол пьяна. Я там был, мед, пиво пил, и усы лишь обмочил. Вот такая замечательная сказка Александра Сергеевича Пушкина. Я очень рад, что вы были со мной, но теперь я с вами прощаюсь. И, конечно же, мы вас ждем в театре. Самое главное, желаю вам крепкого здоровья. До скорых встреч! Здравствуйте, уважаемые зрители! Я актриса Челябинского молодежного театра Светлана Худякова. Я очень рада, что мне посчастливилось принять участие в этом замечательном проекте «Челябинские актеры детям». Сегодня я вам прочитаю сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Первая сказка, которую я хочу вам прочитать, называется «Новый наряд короля». Много лет назад жил-был король, который страсть, как любил наряды и обновки, и все свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в театр выезжал, не иначе, как за тем, чтобы только в новом нарядище гольнуть. На каждый час дня у него был особый кабзол, и как про королей говорят «король в совете», так про него всегда говорили «король в гардеробной». Город, в котором жил король, был большой и бойкий. Что ни день, туда приезжали чужестранные гости, и как-то раз заехали двое обманщиков. Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветка она была необыкновенно хороша, и узором, да к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством. Оно становится невидимым для каждого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп. «Вот это было бы замечательное платье», подумал король. «Надел такое платье, и сразу видать, кто в твоем королевстве не на своем месте сидит. А еще я смогу отличать умных от глупых. Да, пусть мне скорее соткут такую ткань». И он дал обманщикам много денег, чтобы они немедля приступили к работе. Обманщики. Поставили два ткацких станка и, ну, показывать, будто работают. А у самих на станках ничего нет. Не церемонясь, они потребовались тончайшего шелку, чистейшего золота. Прикарманили, прикарманили все и продолжали работать на пустых станках до поздней ночи. «Хорошо бы посмотреть, как продвигается дело», подумал король. Но как-то смутно ему стало. Он вспомнил, что глупец или тот, кто не годится для своего места, не увидит ткани. И хотя верил, что за себя ему нечего бояться, все же рассудил, что лучше послать на разведку кого-нибудь еще. А весь город уже знал, каким чудесным свойством обладает ткань. И каждому не терпелось убедиться, какой никудышный или глупый его сосед. «Так, пошлю к ткачам своего честного старого министра», решил король. «Уж кому-кому? А ему нужно посмотреть ткань. Он умен и как никто лучше подходит к своему месту». И вот пошел бравый старый министр в зал, где два обманщика работали на пустых станках. «Господи, помилуй», сказал старый министр, рвый тарящий в глаза. «Я ничего не вижу». Но вслух он этого не сказал. А обманщики приглашают его подойти поближе и спрашивают, «Ну, хороши ли узоры, а, хороши ли краски?» И при этом указывают на пустые станки. А бедняка министр как не таращил глаза, все равно ничего не увидел. А потому что и видеть-то было нечего. «Господи Боже, неужели я глупец? Вот уж никогда бы не подумал, только бы никто об этом не узнал. Неужели я не гожусь для своего места? Нет, нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани». «Ох, и что же вы на это скажете?» спросил один из ткачей. «Ну, это очень мило». «Это совершенно очаровательно», сказал старый министр, глядя сквозь очки. «Какой узор, какие краски!» «Да, да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно нравится». «Ну что ж, мы рады», сказали обманщики, «ину называть краски, объяснять редкостные узоры». А старый министр, он слушал и запоминал, чтобы все это в точности доложить королю. Так он и сделал. А обманщики потребовали еще денег, шелку, золото, дескать, все это нужно им для тканья. Но все это они опять прикарманили. На ткань не пошло ни нитки, а сами они по-прежнему продолжали ткать на пустых станках. Скоро послал король другого честного чиновника посмотреть, как идет дело, скоро ли будет готова ткань. И с этим чиновником стало то же, что с министром. Он все смотрел, смотрел, но так ничего и не высмотрел. Потому что кроме пустых станков-то ничего и не было. Ну как? Ну правда, хороша ткань, спрашивают обманщики. И ну объяснять, показывать великолепный узор, которого в помине-то и не было. Я не глуп, подумал чудовник. Так стало быть, не подхожу к доброму месту, на котором сижу. Странно. Во всяком случае, нельзя и виду подавать. И он стал расхваливать ткань, которую не видел. Он выразил свое восхищение прекрасной расцветкой, замечательным узором. О да, это совершенно очаровательно, доложил он королю. И вот уже весь город говорил, какую великолепную ткань заткали ткачи. А тут и сам король надумал посмотреть на нее, пока она еще была на станке. С целой толпой, избранных придворных. Среди них, конечно, были эти оба честных чиновника, которые уже побывали там. Он вошел к этим двум хитрым обманщикам. Они ткали изо всех сил, хотя на станках не было ни нитки. Великолепно! Не правда ли, сказали два бравых чиновника. Соизволите видеть, ваше величество, какой узор, какие краски они показывали на пустой станок, так как думали, что и другие тоже непременно видят ткань. Что такое, подумал король, «Я ничего не вижу. Это ужасно. Неужто я глуп? Или я не гожусь в короли? Ой, хуже не придумаешь». «Это очень красиво», сказал король. «Я даю свое высочайшее одобрение». Он довольно кивал, рассматривал пустые станки, и он не желал признаться, что ничего не видит. И вся свита глядела, глядела, но тоже не видела. Но больше всех прочих они говорили вслед за королем, «Это очень красиво, да, красиво, прекрасно». И советовали ему сшить из новой великолепной ткани наряд предстоящему торжественному шествию. «Это великолепно, это превосходно, это чудесно», только и слышалось со всех сторон. Все были в совершеннейшем восторге. Король пожаловал каждому из обманщиков рыцарский крест в петлицу и удостоил их звания придворных ткачей. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за шитьем. Они сожгли больше шестнадцати свечей. Всем видно было, что они торопятся управиться в срок с новым нарядом короля. Они делали вид, будто снимают ткань со станков. Они резали воздух большими ножницами, они шили иглой без нитки и, наконец, сказали, «Ну вот, ваше величество, наряд готов». Король вошел к ним со всеми своими знатными придворными и обманщики, высоко поднимая руки, как будто что-то держали в них, говорили, «Вот панталоны, вот камзол, а вот мантия», ну и так далее. Это все легкое, как паутинка, впору подумать, будто на теле нет ничего. Но в этом-то вся и хитрость, «Да-да», говорили придворные, хотя они ровно ничего не видели, потому что видеть было нечего. «А теперь, ваше королевское величие, заблаговолите снять ваше платье», сказали обманщики, «мы оденем вас во все новое, вот тут перед большим зеркалом». Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой. Они обхватили его талию и сделали вид, будто прикрепляют что-то. «Ну вот, ваше величество, это прекрасный шлейф». И король закрутился, завертелся перед зеркалом. «Да, как идет, как мне идет, и как прекрасно на мне все сидит. Какой узор, какие краски», в голос говорили придворные. «Слов нет, ваше величество, это роскошное платье». «Балдахин ждет, ваше величество», доложил оберт, ремонеместер. «Его понесут над вами в процессии». «Я готов», сказал король. «Хорошо ли сидит платье». Он еще раз повернулся перед зеркалом, ведь надо было показать, что он внимательно рассмотрел свой наряд. Камергеры, которым полагалось нести шлейф, пошарили руками по полу и притворились, будто приподнимают шлейф. А затем пошли с вытянутыми руками. Они не смели виду подать, что нести-то было нечего. Так и пошел король во главе процессии под роскошным балдахином. А все люди на улице и в окнах говорили «Ах, новый наряд короля бесподобен, а шлейф-то какой красивый, а камзол, как он чудо сидит!» Ни один человек не хотел признать, что они ничего не видят. Ведь это означало бы, что этот человек либо глуп, либо не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще такого восторга. «Да ведь король голый!» сказал вдруг какой-то ребенок. «Господи Боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец», сказал его отец. И все стали шепотом, шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Он голый?» «Он голый!» «Он голый!» «Голый!» закричал наконец весь народ. И королю стало не по себе. Ему казалось, что люди правы. Конечно же, они правы, но он подумал про себя. Надо выдержать процессию до конца. И он выступал еще величавее, а коммергеры шли за ним, неся шлейф, которого на самом деле и не было. Следующая сказка, которую я вам хочу прочитать, называется «Свинопаз». Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство, хоть женись, а вот жениться-то он как раз и хотел. Оно, конечно, дерзко было взять да спросить императорскую дочь, пойдешь за меня, но он осмелился. Имя у него было известно на весь свет, и сотни принцесс сказали бы ему спасибо, но вот что ответит императорская дочь. А вот послушаем. На могиле отца принца рос розовый куст, да какой красивый, цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем одна единственная роза, зато сладок был ее аромат, понюхаешь, и сразу забудутся все твои горести и забоды. А еще был у принца соловей, и пел он так, будто в горлышке у него были собраны все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить принцессе розу и соловья. Положил их большие серебряные ларцы и отослал ей. Повелел император принести ларцы к себе в большой зал, а принцесса играла там в гости со своими фрелинами. Других дел-то у нее не было. Увидела принцессу ларцы с подарками и захлопала в ладоши от радости. Ах, если бы в этих ларцах была маленькая киска, сказала она. Но из ларца появилась чудесная роза. Ах, как мило сделано, в голос сказали фрелины. Мало сказать мило, отозвался император, прямо-таки недурно. Только принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. Си, папа, она не искусственная, она настоящая. Си, 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 в голос повторили придворные. Она настоящая. Погодите сердиться, посмотрим сначала, что в другом ларце, сказал император. И вот выпорхнул из ларца соловей и запел так дивно, что поначалу не к чему было придраться. Ах, шахман, шахман, сказали фрейлины, но все они болтали по-французски. Одна другой хуже. Это принцесса, ой, принцесса, подождите, эта птица, она так напоминает мне органчик покойной императрицы, сказал один старый придворный. Да-да, вот и тот же звук, и та же манера. Да, сказал император и заплакал, как ребенок. Надеюсь, птица-то не настоящая, спросила принцесса. Настоящая, ответили посланцы. Ну, так пусть летит, сказала принцесса. И наотрез отказалась принятие принца и все его подарки. Только принц не унывал. Он вымазал лицо черной и бурой краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь дворца. Здравствуйте, император, сказал он. Не найдется ли у вас во дворце местечко для меня? Ой, много вас тут ходит, да ищет, отвечал император. А, впрочем, постой, постой, мне нужен свинопас, у нас пропасть свиней. Так и определили принца свинопасом его величества. И убогую коморку рядом со свинарником отвели, и там он должен был жить. Ну, вот, просидел он целый день за работой, а к вечеру сделал чудесный маленький горшочек, весь увежанный бубенцами. И когда в этом горшочке что-нибудь варилось, бубенцы вызванивали старинную песенку «Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин», все прошло. Но только самое занятное в горшочке то, что если подержать над ними в пару руки, сейчас можно было узнать, что у кого готовится в городе. Слов нет, это было почище, чем роза. Вот раз прогуливается принцесса со своими фрелинами и вдруг слышит мелодию. Эту мелодию вызванивали бубенцы. Стала она на месте, а сама так и вся сияет, потому что она тоже умела наигрывать «Ах, мой милый Августин». Она играла только эту мелодию и только одним пальцем. «Вот, и я ведь только это могу», сказала она. «Свинопас должно быть очень образованный». Послушайте, пусть кто-нибудь подойдет к нему и спросит, что стоит этот инструмент. И вот одной из фрелин пришлось пройти к свинопасу. Только она надела для этого деревянные пашмаки. «Свинопас, что возьмешь за горшочек?» спросила она. «Десять поцелуев принцессы», отвечал свинопас. «Господи, помилуй!» «Да уж никак не меньше», отвечал свинопас. «Ну, что он сказал?» спросила принцесса. «Это и выговорить невозможно», отвечала фрелина. «Это ужасно!» «Так шепни на ухо». И фрелина шепнула принцессе. «Какой невежа», сказала принцесса. «И пошла дальше». Но не успела она сделать несколько шагов, как бубенцы опять зазвенели так славно. «Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин!» «Все прошло!» «Послушай», сказала принцесса, «поди спроси, может он согласиться на десять поцелуев моих фрейлин?» «Нет, нет, спасибо», отвечал свинопас. «Десять поцелуев принцессы» «Или горшочек останется у меня». «Какая скука», сказала принцесса. «Ну ладно, встаньте вокруг меня, чтобы никто не видел». Загородили фрейлина принцессу, растопылили они свои юбки, и свинопас получил десять поцелуев принцессы, а принцесса горшочек. Вот радость это было. Весь вечер и весь следующий день стоял на огне горшочек, и в городе не осталось ни одной кухни, будь то дом камергера или сапожника, о которой бы принцесса не знала, что там стряпают. Фрейлины плясали от радости и хлопали в ладоши. А мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики. А еще знаем, у кого каша и свиные котлеты. Как интересно! Да, это в высшей степени интересно, подтвердила обер кафеместерина. Но только держите язык за зубами, ведь я дочь императора. Да, помилуйте, сказали все, конечно. А свинопас, то есть принц, но для них-то он был по-прежнему свинопас, даром времени не терял. И он смастерил трещотку. Стоит этой трещоткой повернуть с воздуха, и вот она сыплет вальсами, польками, какие только есть на свете. А, ну это же просто шахман, сказала принцесса, проходя мимо. Я просто не слыхала ничего лучше. Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Только целоваться я больше не стану. Он требует сто поцелуев принцессы, доложила фрелина, выйдя от свинопаса. «Да он верно сумасшедший», сказала принцесса, и пошла дальше, не сделала. Но сделав два шага, она остановилась. Искусство надо поощрять. Я все-таки дочь императора. Скажите ему, я согласна на десять поцелуев, как вчера, а остальные пусть получат от моих фрелин. «Ой, нам так не хочется», сказали фрелины. «Какой вздор», сказала принцесса. «Уж если я могу целовать его, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье». Пришлось фрелине еще раз сходить к свинопасу. «Сто поцелуев принцессы», сказал он, «а нет, каждый остается при своем». «Ладно, становитесь вокруг», сказала принцесса. И фрелины обступили ее из свинопаса. «Что это за сборище у свинарника?» спросил император, выйдя на балкон. Он протер глаза, надел очки. Не иначе, как фрелины опять что-то затеяли. Надо идти посмотреть. Он расправил задники своих туфель и быстро-быстро зашагал. Спустился император во двор, подкрадывается потихоньку к фрелинам. А те только тем и заняты, что поцелуи считают. Ведь надо же было дело сделать честь по чести. И чтобы свинопас получил ровно столько поцелуев, сколько положено. Сто и не больше и не меньше. Вот почему никто не заметил императора. А он подошел, пристал на цыпочки, глянул. Что это еще такое? Сказал он, увидав, что принцесса целует свинопаса. «Да как хватит их туфли по голове!» А случилось это в ту минуту, когда свинопас получал свой восемьдесят шестой поцелуй. «Вон в гневе», сказал император и вытолкал принцессу со свинопасом за ворота своего дворца. Стоит принцесса и плачет. «Ах, я горемычная! Что бы мне выйти за прекрасного принца? Ах, я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду, и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой бригожий, что принца очень, очень сильно полюбила эта принцесса. Она ему невольно сделала реверанс, но принц сказал, теперь я презираю тебя. Ты не захотела выйти замуж за честного принца. Ты ничего не поняла ни в соловье, ни в розе, зато могла целовать за безделушки свинопаса. По делам тебе. Он ушел в собое королевство и закрыл двери на засов. А принцессе только оставалось стоять и петь. Ах, мой милый Августин, 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 Ах, мой милый Августин, все прошло. На этом все, дорогие мои. Я прощаюсь с вами и желаю вам здоровья. Вы, пожалуйста, берегите себя, поддерживайте, оберегайте своих близких и знакомых и друзей. Всего вам самого доброго. И, конечно же, я жду вас всех в нашем театре. До свидания. субтитры